добрый день я хочу предложить вашему вниманию рейтинг самых опасных для мужчин продуктов которые так или иначе приводит тому что мужчины постепенно снижается потенция и появляется импотенция и так топ-10 того что должен остерегаться или использовать небольшими количествами каждый мужчина чтобы подольше оставаться мужчиной первое место в рейтинге это диетическая пища диетическая пища она ограничивает многое поэтому на диетическом питании нужно находиться но оптимально короткое время и по мере того как устраняется то заболевание по поводу которого вы сели на деду вы должны переходить на смешанное нормальное питание будут у вас вопросы вы видите контакты обращайтесь второе место в рейтинге я бы сказала рафинированная пища чем она отличается от диетической это более расширенный диапазон но рафинированная пища на бедна бедна витаминами микроэлементами то есть она мало что может принести организму мужчины а чем отличается мужчина от женщины более интенсивного обмена веществ что дает более интенсивный обмен веществ вот те самые витамины микроэлементы работают белки мужчина обычно белковую пищу кушает а витамины микроэлементы ускоряют движение десятки раз и держа биологический возраст мужчины ну скажем так таком среднем возрасте не дают ему свалиться в приклон третье место я бы сказал это сдоба то есть мучные и сладость сладкие изделия почему они опасны для мужчины ну понятно быстрые калории они хороши перед физической нагрузкой съели сдобу пошли тренажерный зал пошли на огород пока палечка там пару соток а может быть и больше не вопрос дома вам безопасно если вы же съели сдобу и присели в удобное кресло сели перед телевизором просто занимаетесь не интенсивной офисной работой сдоба приводит тому что быстрые калории попали в кровь дети организм никуда не может перерабатывать жиры и мужчины появляется абдоминальное ожирение тот самый животик чему это приводит вы знаете вот этот животик это фактически кладбище мужских половых гормонов мужчина вырабатывает мужские половые гормоны его эндокринные железы попадают животик и там превращается в женский как вы понимаете женские гормоны не способствуют мощной потенции а приводит постепенно к импотенции поэтому тут нужно просто понимать что появился животик это уже первый сигнал потому что более жесткий сигнал когда появился не только животик появились грудные железы по форме напоминающие молочные это более дальний шаг в сторону гормональных нарушений которые не свойственны для мужчины поэтому на уровне пивной животик обращайтесь диетологом решайте проблему балансируйте свое питание у вас питание не сбалансирует ну на четвертом месте я бы поставил такой продукт как мороженое почему потому что ну в принципе жирные и сладкие и жиры и сладости перевариваются легко усваиваются легко а а дальше как с дома рядом на пятом месте я вам поставил бы кашу с маслом до традиционные наши питание у славян но традиционные перед физической нагрузкой если вы после порции мороженого или после порции каши с маслом занимаетесь тяжелым физическим трудом не вопрос все в порядке вы в абсолютной безопасности если же у вас опять таки гиподинамия животик и все дальше то что я вам рассказал на шестом месте я бы поставил жареный картофель в принципе от каши с маслом от сдобы мало чем отличается чуть другой вкус а действие то же самое быстрые углеводы много жиров абдоминальное ожирение на седьмое место я вам поставил бы еще один наш хит хлеб с маслом или с любым другим источником жира механизм действия абсолютно тот же самый быстрые калории в крови и если гиподинамия то абдоминальное ожирение а следом снижение потенции на восьмое место я бы поставил такой распространенный напиток как пиво ну в принципе есть несколько механизмов с одной стороны опять таки пиво это быстрые калории которые приводят тому что надо куда-то деть энергию если вы никуда не деваете то возникает проблема ну и все таки пиво содержит повышает уровень женских гормонов половых и подавляет автоматически мужские но вы знаете если все вышеперечисленные факторы вы поели и накопили и сколько бы вы не ели доза зависимого будете накапливать пиво как раз может быть регулятором таким образом очень просто пиво подавляет мужские половые гормоны действует на них непосредственно когда ваш организм здоров когда он имеет хорошее сбалансированное питание он на это подавление реагирует елки-палки я же мужчина уровень гормонов повышается выше исходного уровня что вы получаете вы не снижаете потенцию а наоборот и повышаете но это если пиво вы пьете не чаще двух раз в неделю тогда все в порядке если чаще вот этот прессинг по мужским половым гормонам в конце концов может дать тот результат которого вы не хотите поэтому используйте пиво правильно используйте пиво по назначению не для снижения потенции а для повышения потенции на девятое место я бы поставил бы копчености пресервы вот такие вот эти полуфабрикаты которые непонятно долго хранятся понятно понятно почему потому что там куча химии вот это вся химия она раздражает сердце мужское второе простату нарушает функцию там и постепенно приводит к импотенции поэтому старайтесь химическую атаку по своему организму не проводить потому что вы не докажете своей супруге что тот простатит который вы заработали на этом питании это не потому что вы где-то были там налево сходили или левее чем нужно было а потому что вы просто так питаетесь балансируйте свое питание натуральных продуктов и тогда не будут вам угрожать импотенции по этому поводу десятое место это комбинация произвольная всех вы же перечисленных факторов если вам не повезло вы их неправильно комбинируйте то есть не складывайте один фактор другим порция жареной картошки после этого хлеб с маслом и порция сдобы или мороженое ну сами понимаете запив пивом комбинация прекрасная но не не для потенции не для сохранения мужской силы конечно все усиливает как вы уже поняли гиподинамия все усиливается с возрастом но знаете паспортный возраст и биологический возраст две большие разницы знаете мужские половые гормоны можно посадить не в 40 и 50 лет а на старте в 12-15 имея все вышеперечисленные факторы и развив просто банальное ожирение поэтому берегите свой организм думаете о том как сохранять потенцию нормальными природными способами обычными продуктами питания питание комбинирую их правильно но если у вас что-то будет не получаться контакты вы видите вы легко можете ко мне обратиться я врач это терапевт диетолог борис качков могу вам помочь в случае вашей необходимости обращайтесь не стесняйтесь